Она одна из самых красивых женщин. Итальянская актриса Арнелла Мути. Пленительная улыбка, мелодичный низкий голос, нежная, женственная, красавица с загорелой кожей, голубыми глазами, пухлыми губами, очаровательной улыбкой. Арнелла Мути была секс-символом европейского кинематографа второй половины 80-х годов прошлого века. Она не боялась показывать свою сексуальность и притягательность. Часто снималась обнаженной. Получила известность благодаря участию в кинолентах «Последняя женщина» и «Укращение Строптивова». Снялась более чем в 90 фильмах. Она родилась и выросла в столице Италии, Риме. Имеет русские корни. В свое время бабушка и дедушка по материнской линии перебрались из Ленинграда в Эстонию, а затем в Италию. Родители не жалели денег на образование детей. Арнелла с сестрой посещали хорошую школу, знали несколько языков и росли настоящими красавицами. Ее настоящее имя Франческо. В отличие от своей сестры Клауди, она никогда не мечтала сниматься в кино. Она согласилась пойти с ней в качестве поддержки на кастинг. Режиссер выбрал именно ее и предложил роль. И когда она согласилась, придумал броский запоминающийся псевдоним – Арнелла Мути. Она работала с именитыми режиссерами и талантливейшими актерами, не имея при этом профессионального образования. Не все ее картины можно назвать выдающимися, но актриса не жалеет о прошлом. Она с малых лет привыкла браться за любую работу и долгое время придерживалась этого принципа и в кинематографе. Личная жизнь Арнеллы интересует ее поклонников. Первая любовь пришла к девушке, когда она снималась в своем дебютном фильме. Влюбилась, родила, но роман быстро закончился. Мужчина был женат. Год спустя актриса вышла замуж за Олеся Арана. Но роман Седриана Челентана, который разрушил семью, и закончился, когда стало ясно, что артист не собирается бросать жену. Вторым ее мужем стал продюсер Федерико Факинетти. Мутти родила ему двоих детей, дочь Каролину и сына Андреа. Все было бы хорошо, пока Арнелла не узнала, что муж изменяет ей и проигрывает огромные суммы в казино, выписывая фальшивые чеки на ее имя. Почти десять лет Арнелла Мутти прожила с пластическим хирургом Стефано Пиколо. С 2008 года постоянным спутником Арнеллы Мутти стал бизнесмен Фабрис Керрерве. Несмотря на возраст, актриса сохраняет красоту и живет полноценной активной жизнью, подпитывая свои силы по собственному признанию, любовью и счастьем. У Арнеллы Мутти трое детей. Имя своей первой дочери Найке она никогда не называла. В браке с Федерико актриса родила сына Андреа и дочь Каролину. Сын и дочь актеры. Найке известна Виталией актриса, модель и певица. Все дети актрисы строят достаточно успешную актерскую карьеру, а она с удовольствием занимается воспитанием внуков. Сегодня Арнелла владеет крупным ювелирным брендом. Очень любит приезжать в Россию. Она не раз признавалась, что влюблена в Россию и любит приезжать сюда не только по работе, но и для души. Сейчас она мало снимается в кино. Ей нравится заниматься спортом – это страсть. Стареть больно, говорит она. Отрицать это значит лицемерить. От себя самой возраст не утаишь. Она продолжает волновать сердца поклонников даже после завершения карьеры и продолжает покорять всех одним взглядом. Она любит жизнь своих родных и открыта окружающему миру.